Всем привет, с вами Андрей, у нас ShutterPixel Dungeon, прохождение Берсерка. Собственно, мы с вами остановились на том, что находимся в данный момент в аду. У нас вот такие вот статы в данный момент. Вот такое вот снаряжение. Зачарование амфибии, скорополох стоит здесь у нас, и также еще скорость дополнительная. Нам все равно очень тяжело идти, но все-таки. У нас еще есть ускорение, давайте как вариант его используем. Улучшим руну ускорения. Мы в прошлой серии потеряли два анха. Из-за того, что нам просто злобоглазы нас увидели на огромном расстоянии, мы без света их просто не увидели. Без факела имеется в виду. Хотя этаж не был темным, то есть это был обычный этаж с ловушками, но мы злобоглазы не смогли увидеть. Что, честно говоря, удивительно. Давайте посмотрим в целом на этаж. Тут присутствует воздушная ловушка, которая, собственно, проходится. Вот она в центре присутствует. Тут очень много воздушных ловушек. Вот, собственно, еще одна ловушка. Тоже воздухом проходится. У нас также тут алхимик есть. Ну, в целом, неплохо. Собственно, нам в первую очередь, я рекомендую, по крайней мере, в первую очередь вам нужно уничтожить рассадник демонов. Причем, чем быстрее вы это сделаете, тем вам комфортнее будет. Поэтому я рекомендую сделать это как можно быстрее. Поэтому давайте бежим и просто сейчас будем убирать рассадник демонов. Я думаю, надо ускориться. Подтолкнуть вот этого. Нам очень сильно было, что он не попал. Мы дважды промахнулись, трижды промахнулись. Еще один раз. Дважды промахнулись, трижды промахнулись. Ну, как вы видите, у нас насколько дерьмовое оружие, что мы трижды промахиваемся по нему. Забрались и ускорялочку. Получили два хрустальных ключа. Нашли опять злобоглаза, который в нас пытается стрелять. Стоять тут, конечно, не особо удобно. Оттолкнулись злобоглаза для того, чтобы нам была возможность. Как вы видите, эта курильщица вообще борзеет. Она нам очень сильно много геморроя доставляет. Как вы помните, эта курильщица нас, по сути, и ваншотнула. Давайте убьем злобоглазых. Благо, со злобоглазым очень быстро можно справиться. Не то, что с этими уклоняющимися. Наша задача, как вы помните, все-таки добраться до рассадника демонов. Но нас, как вы понимаете, просто зажали. Я бы с радостью дополз, но, как вы видите, нас немножко поджимают. Собственно, на текущем этаже нужно в обязательном порядке включать свет. Без света вам будет очень тяжело увидеть мобов. Которые здесь присутствуют. Ну, там особо шансов было немного. Очень большие локации. Это очень плохо для... Ну, вообще, в целом. Собственно, этот прыгунок несчастный. Давайте его... Это тьма. Тьма для нас, в принципе, безопасна. Скорее, я бы даже сказал, тьма наш друг. Мы убрали еще один рассадник демонов, третий по счету. Забрали, собственно, включили прыжок. Нам нужно активировать сюда прыжок, для того, чтобы мы могли его элементарно лицезреть. Давайте поставим сюда прыжок. Нам предлагают либо свитки, либо зелья. Левитацию нужно обязательно собирать, потому что тут две левитации на уровне, как вы помните. Поэтому тут мой выбор, скорее всего, будет в пользу левитации и в пользу исцеления. Опыт для меня будет бесполезен, но все-таки тут опознание не особо полезное. Перезарядка лучше, но мы заберем опыт, и фиг бы с ним. Опыт можно переделать в зелье мастерства, которое для нас будет более полезно. злобоглаз. Двигаемся, видим, что злобоглаз нас не видит. это очень плохо. Почему плохо? Потому что он бы в нашу сторону пошел, и мы бы, по крайней мере, спокойно могли бы пройти. Злобоглаз должен был уже выстрелить. Давайте подождем. Сейчас он у меня в лицо еще выстрелит, прям шикарно будет. Убили злобоглаза. Вон еще один злобоглаз стоит. Еще одна левитация, алхимический огонь. Собственно, злобоглазом нам неудобно драться, нужно его разбудить. Ждем, пока он выстрелит. Он уже должен был это сделать. Опять же, это, если не ошибаюсь, тьма. Тьма, на самом деле, для против злобоглаза бесполезная, как по мне. Потому что он вас, да, он вас потеряет, но ему это особо не поможет. Как и нам. Мы нашли еще один свиток улучшения, таракана. Давайте убьем таракана. Почему мы его 100% убьем? Потому что у нас плюс скорость. Плюс тут очень много воды. Собственно, убили таракана, получили невидимость. У нас присутствует железный ключ. Давайте откроем алхимика, заберем ментальное зрение и невидимость. Здесь также, пока мы у алхимика, мы можем использовать еще дополнительно преимущество алхимика. Как вариант можно использовать поставить одну арену на босса? Лучше можно даже даже парочку. Но я думаю, пока одной будет. Хотя лучше на парочку поставить арену. Поставим парочку арен и одного босса мы изговорим и по вам переживем. Также нам нужно расщепить опознание. а также нам нужно сделать собственно эликсир могущества. Для этого нам нужно расщепить ненужные для нас в данный момент зелья. Ненужные для нас в данный момент зелья это ну, левитация у нас как вы видите, 6 штук. В принципе, достаточно много. ну, можно один огонь например, расщепить одну парализацию. У нас собственно 16 получилось, мы могущество получили. Могущество пьется ну, вообще рекомендуется конечно выпить на последнем уровне для того, чтобы максимальный бонус и он не падал. А так бонус падает, то есть вы с каждым новым уровнем своего персонажа бонус к здоровью, который дает могущество. Мы нашли еду. Сейчас как вариант забрать ее. Вот тут висит видимо укоренение класс. Обратите внимание суккуб по нам пробил. Хотя мы у нас защита гораздо выше защиты суккуба, я больше чем уверен. Но почему-то суккуб по нам пробивает. А мы по нему просто попасть не можем. У нас у оружия точность дерьмовый некуда. Я не знаю как это тестировалось, но почему-то у нас очень сильно упала точность. У всего оружия мы по 3-4 раза бьем мобов и просто уклонение уклонение. это просто какой-то трынец. Учитывая то, что у нас присутствует скорополох, я как вариант нужно во-первых спрятаться, мы спрятались вроде как. Попробуем еще удобрить. Видите в чем проблема? Мы не сможем скорее всего это у нас будет яд. То есть у нас повторка плюс два, а нам нужно еще один. Получается мы не можем переделать. У нас получается шесть семян. То есть еще раз нажму, чтобы вы поняли. Собственно у нас плюс два, там четыре семечки стоит. Нужно семь. Соответственно мы не можем. И у нас получается последняя семечка будет наступательная. Либо тьма, то есть если слепняк например. Либо гнусномох это яд. То есть можно например против наших же врагов использовать их же оружие. Здесь кстати говоря присутствует здрасте. Вы очень плохо мы с ним очень плохо встали. ждем он его укоренил но как вы понимаете воздуху плевать на укоренение воздуху плевать на укоренение потому что воздух это воздух он летает он не на земле злобоглаз он имеет свойство летать поэтому вы не сможете его укоренить как бы вы не пытались а у нас тут как вы помните очень много воздуха поэтому я думаю нужно приготовить открываем гайд наша задача найти собственно как же они называются где они вот телекинетические захваты они делаются из жидкого металла жидкий металл это у нас любое метательное тип оружия получается жидкий металл давайте сделаем если у нас есть жидкий металл посмотрим у нас 8 жидкого металла в теории мы должны были вы сделаете генетический захват но нам нужно использовать видимо схему для этого а еще и 10 энергии вот 10 этого жидкого металла и 10 энергии то чтобы найти давайте расщепим что-нибудь например 11 копия мы расщепляем на 15 собственно расщепили хорошо расщепили телекинетический захват в теории можно еще что-нибудь расщепить например все 11 собрать и просто их расщепить но для этого нужно 4 днице энергии собственно нам нужно подумать что расщепить например опознание расщепим собственно нам дали еще какую-то награду за достижение собственно посмотрим нам нужно 10 энергии чтобы получить 8 телекинетического захвата нам еще нужно где-то 6 энергии найти сложно конечно ну давайте не знаю на тот же ментальное зрение расщепим и сделаем себе уже телекинетический захват сделали хорошо повторки нам не нужны в данный момент сделаем собственно себе еще агрессию она нам понадобится наверняка собственно сделали анху у нас светится можно расщепить еще плюс один попробовать сделать себе например палочку проклятье расщепить но для этого нужно 5 энергии у нас нет такого количества я думаю пока нам хватит в идеале еще сделать себе пуста фрукт давайте как вариант это сделаем пуста фрукт потенциально это любое зелье которое вы можете выпить но единственное вы еще дополнительно восстановите немножко голода в нашем случае мы пустофрукт будем соединять где он у нас пустофрукт будем соединять со скорополохом для того чтобы у нас получился скорофрукт скорофрукт это по сути зелье ускорения через еду сделанное собственно давайте его сделаем также как вариант можно сделать зачаровать себе оружие у нас присутствует камень зачарования одна штучка в теории это можно было бы провернуть также можно ускорить себя за счет свитка улучшения давайте это сделаем на единичку шлепнем еще чтобы побыстрее просто двигаться чтобы нас мобы не зажимали наша основная проблема в том что когда очень большое количество мобов вас будут зажимать и вас не смогут зажать если вы будете двигаться очень быстро относительно всех мобов собственно давайте нам нужно шесть униц энергии давайте одну расщепим точнее парочку и сделаем из них собственно два свитка антимагии замечательно у нас два свитка антимагии они нам пригодятся позже перезарядка артефактов теории тоже можно было сделать давайте попробуем сделать также по такому же принципу расщепляем один делаем один собственно это перезарядка артефактов у нас присутствует теперь наша задача забрать все воздушные предметы которые защищаются воздухом у нас предлагают прыгать но мы не планируем прыгать нам подсказывает то что здесь очень много мобов давайте подтолкнем суккуба собственно суккуб упал суккуба в большинстве случаев падают свитки поэтому мы в принципе особо ничего не потеряли свитки они не особо чувствительны к падению собственно я вот думаю как подтолкнуть таракана но я думаю толкать его особо нет но не будет смысла давайте а вот тут еще один собственно убили еще одного моба наша задача убить злобоглаза давайте это сделаем мы мы убили злобоглаза получили камень интуиции разработчик любезно нам дал возможность использовать камень интуиции дважды тем самым у нас преимущество как говорится проверяйте свою интуицию тренируйте мозги собственно летающий злобоглаз тут драться с ним нам не вариант собственно воздух а как он вообще деактивируется ну самый простой способ конечно он деактивируется с помощью зелия левитации вы проверяете наличие свободного места активируйте зелия левитации просто подползаете забираете это оказывается факел бесполезный для нас но все-таки факел в нужной на высоких уровнях это яд собственно у нас присутствует прыжок давайте перепрыгнем здрасте собственно обратите внимание мы а ну у нас замедление как вы видите у нас покалечен на 6 ходов ты же понимаешь таракан что ты далеко ни от на меня не убежишь наверное этого не понимаешь видите какая у меня точность охреневшая я даже по нему попасть не могу я сколько раз уже пытался видите уклонился а что самое веселое что я его догнать не могу ну и шел бы ты в лесу гулять налети на самом деле нечестно потому что у нас скорость элементарно на 60 процентов больше но мы его догнать не можем что на самом деле очень смешно но мы его убили собственно второй воздух который присутствует здесь собственно у нас тут злобогласно рисовался давайте с ним подеремся но единственное он очень плохо стоит давайте его пропустим теперь мы плохо стоим нам нужно от него убежать ваша задача таким образом встать чтобы он вас не видел изначально то есть пустая как объяснить чтобы у вас была пустая клетка с ним то есть чтобы его обзор загораживался чтобы он вас не видел если он вас увидит значит скорее всего нанесет вам удар вот как здесь вот например здесь он в любом случае нанесет вам удар поэтому ваша задача просто спрятаться от него но проблема этого метода в том что вам могут ударить спину видите да смешно ну зашел в комнату с воздухом а тут злобоглас начал перезаряжаться ну это же вообще трындец давайте избавимся от злобоглаза применим искажения чтобы это летающее чудо от нас улетело наша задача вместе с вами использовать зелье левитации войти в комнату и с помощью телекинетического захвата притянуть к себе все сундуки не сундуки а ключи для удобства можно его положить телекинетический захват положить к себе в панель быстрого доступа для того чтобы просто более удобно было их собирать подлетать подлетаете во-первых проверяете наличие свободного места по количеству предметов если у вас есть удача тогда вам нужно больше места гнида какая же ты гнида как видите нас злобоглаз зажал но это в принципе не критично почему не критично потому что вы можете сделать мы можем просто перепрыгнуть либо но учитывая то что мы летаем мы скорее всего будем просто прыгать потому что если мы бы привязывались имеется ввиду через ботинки ботинки скорее всего не сработали потому что мы летим мы лететь еще будем один ход на 122 соответственно злобоглаз скорее всего в лицо уже даст урон спрятаться нам от него не получится мы скорее всего от него урон получим для того чтобы урон от него не получить мы просто дадим ему сон а он ему дал еще и яд передачу какая же ты гнида разработчик в этом вопросе конечно юморист высокий уровень он сделал очень открытая локация как вы видите она очень 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 мерзкая в плане того что открытые локации очень опасны для высокого уровня собственно переходим на следующий этаж да я думаю переходим на следующий этаж чтобы это скажем так чудо нам не ударило в лицо давайте его тоже усыпим почему усыпим потому что он вам когда вы и например если будем спускаться он нам просто лицо снесет своим лучом а нам это и не нужно поэтому мы просто переходим на следующий этаж собственно смотрим что у нас вообще есть по наличию у нас один камень несновидения ну давайте его прожмем посмотрим у нас газовая камера не самая полезная но у нас присутствуют три как говорится зелия очищения которые мы в теории в газовой камере могли просочиться собственно самое полезное место он понятно дело будет заряжаться давайте подождем блин я тупанул урон лишнее получил давайте посмотрим наличие мимика это не мимик забираем сундук собственно 400 монет но как вы понимаете золота нам особо делать некуда давайте перекусим для того чтобы не терять здоровье от а также на текущем уровне присутствует тараканы так называемые поэтому лампочка обязательно лампочка я имею в виде факела если у вас есть такой предмет как цепи он вам очень сильно поможет это парализующий газ этот таракан никуда не сможет деться у нас как вы видите персонаж научился бегать на месте спортсмен однако у нас собственно мы не успеваем за мобами этот таракан сейчас нам в лицо будет выдавать очень много урона но мы можем к нему подпрыгнуть как вы видите здесь еще тараканы нарисовались поэтому используем мистическую энергию ждем пока эта компания рассосется убегаем для того чтобы не получить в лицо тараканы как вы видите из-за того что очень большая скорость они не поняли что произошло грозовую ловушку деактивировать скорее всего нужно будет водой да и нам нужно ее деактивировать либо можно ее деактивировать овцами если у вас нет воды ну через него постоянно прыгать такой семазохизм поэтому нам нужно либо просто ее активировать блин мискликаем нервничаю из-за этого это буран он он их сейчас приморозит тех кто там будет стоять забираем собственно рассеивание чар у нас нет возможности самое интересное карта почему-то а вот нам собственно попалась карта отлично давайте откроем я только сказал про карту и вам сразу же карта выдалась чем хороша карта вы сразу видите расположение всего этажа это газ газ очень опасен у нас опять как вы видите хп улетела в небеса судя по всему но у нас хп постоянно улетает поэтому для нас это нормальное явление давайте выпьем зелье силы подобрали факел подобрали очищение собственно суккуб капец следующий удар для нас будет смертельный от суккуба если мы не сможем не найдем возможности полечиться суккубы на самом деле читеры потому что они наносят урон по физе причем очень большой урон который мы по сути видите да то есть 12 единиц это откровенно до хрена это вода если не ошибаюсь вода наш друг как вы помните у нас руна амфибии стоит поэтому вода наш друг мы можем спокойно ходить по воде собственно рассадник демонов мы его скажем так нашли принудительно как мы мы видим здесь присутствует собственно тараканчик давайте его подтолкнем потому что с ним драться тот еще мазохизм всю эту компанию мы отправили в полет тем самым да они нам не дадут зелья которые обычно выдают при гибели но это я думаю у них сильно критично мы уничтожили рассадник демонов тут нарисовалось три моба почему-то которых мы не можем раздамажить что на самом деле удивительно бывает обратите внимание какая у нас точность мы по нему по ним просто попасть не можем а для того чтобы собственно попадать по ним я думаю что нужно скорее всего качать уйди вот этот вот перк смертельный импульс но опять же именно ваншот этих у нас присутствует ключ давайте активируем его тут страж присутствует давайте посмотрим что страж боевой молот холода в теории это хорошее оружие но у нас наше прокаченное нашли свиток превращения свиток превращения он нужно превратить во что-то другое в теории откуда ты вышел обратите внимание он откуда ты вышел часто я сам не понял откуда он вышел я что-то не догнал откуда ты вышел точнее как ты отсюда вышел тут же никого никого не должно быть видимо разработчик что-то с юморил опять на самом деле иногда смешно наблюдать за изменениями версии потому что порой вроде казалось бы ничего не происходит а потом хренак и на тебе толпа бежит и ты просто начинаешь удивляться почему так получилось исследуем этаж для того чтобы просто иметь представление о том куда что двигать нашли еще одно ясновидение неплохо также шок шок можно использовать для перезарядки палочек как и палочку электричества собственно газовая камера она она в принципе нам особо не актуальна но давайте на всякий случай используем газовая камера в большинстве случаев золото большой объем может вам выдать собственно чтобы деактивировать электричество в него нужно что-то кинуть но вы скорее всего урон получите разработчик убрал давайте я покажу а собственно камень обезвреживание которого присутствовал здесь из свитка рассеивания магии он убрал и поставил обнаружение магии на самом деле обнаружение магии тоже полезный камень он вначале очень сильно помогает чтобы не рассеивать чары вы сразу уже изначально знаете что это за предмет и можете его спокойно наносить но опять же обезвреживание оно было более полезным собственно у нас два ненужных для нас предмета как вы помните в одной из прошлых серии у нас наша любимая курильщица убила торговца причем в прямом смысле слова убила потому что курильщица посчитала его врагом и отправила его коррозийный газ это было честно говоря смешно наблюдать но факт остается фактом давайте посмотрим что мы не исследовали мы в принципе все исследовали единственное нам нужно забрать нам стража его боевой молот давайте деактивируем электричество вот нахрена туда паралич честно у меня нет комментариев по данной ситуации вот куда тут бежать ну вы видели справа электричество снизу у меня присутствует газовая камера сверху присутствует паралич вот куда тут бежать собственно тараканчик давайте сейчас в лицо встретим пару раз собственно ему хватит злобоглаз но он тоже газовая камера устроилась ему мы кстати очень плохо стоим да потому что против злобоглаза нужно было заходить в дверь он бы начал заряжаться он бы снес дверь но у вас был бы шанс выжить он бы вам в лицо не дал урон а так у вас получилось что он в лицо вам дает урон очень много очень-очень много урона таракан опять же тараканов можно сразу управлять в полет чтобы за ними не бегать если у вас нет полета их можно притягивать с помощью цепей если у вас нет цепей вы можете с помощью воды вот собственно вода где у нас она крафтится вот собственно экстракт единистости кстати говоря нужно как на досуге его сделать но здесь алхимик как я понимаю у нас нету на текущем этаже да алхимик алхимик на 23 то есть воды здесь не будет что очень плохо ну по понятной причине мы не сможем с ней драться потому что она нас озачаровала видели какой урон 16 промах 23 красивых цифр урона видимо не будет это у нас вода если не ошибаюсь да вода для наш друг как вы помните поэтому мы используем ее по максимуму таракан наша задача сделать еще пару шагов на самом деле я удивлен почему он может уклоняться от нас у нас вроде нет замедления как вы видите опыт идет именно за таракана вот это мы давайте перекусим мы еще немножко съели нам еще достижения дали собственно это живая статуя с молотом мы по ней еще даже не попали это у нас если не ошибаюсь вода то есть мы с этой статуей можем танцевать а статуя почему-то не хочет с нами танцевать на самом деле она бьет холодом статуя в этом очень опасно потому что если она по вам попадет она по вам сказать попадет вам будет очень больно в идеале конечно 28 уровень апнуть для того чтобы можно было поражать вот собственно слабоглаз ну опять но опять же как бы его так аккуратно убить чтобы сильное в лицо урона много не получить видеть какая точность он сколько разбил и ни разу при этом не попал ну давайте утащим злобоглаз за собой для того чтобы его убить как вы видите злобоглаз нас потерял злобоглаз давай мне нужен твой опыт встаем вот сюда и нам накидывают еще газ это токсичный газ он собственно как в газовой камере вот здесь вот токсичным клапаном обычно он защищается золотом но в нашем случае он просто от курильщицы шоу я думаю уже учитывая что это последний этаж мы нашли связи к превращения в теории можно было бы превратить конечно курильщицу но это думаю уже нет особого смысла ее превращать потому что но мы слишком долго с этой курильщицы были для нас скажем так один этаж погоду не сделает поэтому собственно готовимся к финальной финальному боссом молот можно продать выходить на лучше не стоит лишний раз лучше спрятаться в тени а по поводу зачарования вообще зачарование очень опасная штука именно вот это почему опасная потому что она может нам дать огонь и огонь нас просто похоронит но зачаровывать оружие надо в любом случае поэтому в идеале есть есть конечно камни баланса но опять же камни баланса в наш случае отсутствует сложно сказать насчет зачарования это надо будет подумать потому что может и хорошее зачарование выпустят на рандоме может и настолько плохое что вы просто охренеете поэтому тут как говорится 50 на 50 вот поэтому всем большое спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока